Тихая молитва, певчие. 2 августа Русская Православная Церковь отмечает Ильин День. Один из значимых христианских праздников, посвященный самому почитаемому ветхозаветному святому пророку Илье. В Ильинском храме в Сергиевом Посаде праздник престольный. Литургия, крестный ход, угощение прихожан. Это традиция. В нашем городе практически единственный храм, который носит его святое имя. Имя пророка Божия Ильи. Поэтому всех поздравляем с этим праздником. Желаем, чтобы вот такая же ревность, любовь и вера, которые были в этом пророке, тоже в каждом из нас жили. Всем желаем здоровья, сил, помощи Божией, молитвами славного пророка Божия Ильи. С праздником! Чуть более двух с половиной веков эти стены помнят много. И радость, и лихие времена охранят главное – историю храма, города, историю всей страны. История, она очень интересная, глубокая. Мы даже в прошлом году, к юбилею, издали книгу «Под покровом боговицы» называется эта книга, где рассказывается впервые история нашего храма, начиная с 17 века. Каменное здание 18 века не раз подвергалось ремонту. Вот и сейчас время обновления, говорит настоятель отец Игорь Завадский. Удалось привести в порядок парадный фасад, северную часть Селинского храма, а вот стены и его тыдная сторона нуждаются в реставрации. И здесь не обойтись без помощи и поддержки благотворителей. Имея такую глубокую историю, храм нуждается в поддержке, храм нуждается в реставрации. И средств всегда не хватает, к сожалению. И мы всегда призываем людей, и прихожан, и жителей, и меценатов, чтобы как-то внесли свою лепту, посильную лепту в деле восстановления, в деле реставрации вот такой исторической святыни нашего города, Ильинского храма. Старые фрески Ильинского храма утратили былую роскошь, но сохранили святость. Поклониться святому пророку Илье и сегодня приходят тысячи верующих.